Праздник иконы Божьей Матери достойно есть, отметили в городе Борисоглебске крестным ходом. Так в этом году попытались возродить старинную духовную традицию этих мест. Она уходит своими корнями во вторую половину XIX века, когда в Борисоглебске свирепствовала холера и соборная общегородская молитва перед списком этого четворного лика Царицы Небесной остановила развитие эпидемии. 24 июня в Знаменском кафедральном соборе Борисоглебской епархии прошла божественная литургия в честь дня празднования чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Достойно есть» или «Милующая». Названием этому святому образу, который почитается с IX века, а ныне хранится на Афонской горе, послужили первые слова православной молитвы, которая звучит в храмах ежедневно, за исключением особых дней Пасхи. Сегодня мы прославляем Пресвятую Богородицу, вспоминаем чудесное явление ее иконы «Достойно есть» или «Милующая». Тысячи лет назад мы слышали в проповеди сегодня, что эта икона была явлена народу Божию через одного праведника на Святой горе Афон. И снижение этой иконы связано и появление песнопения, которое всякий день, кроме дней особых Пасхи, мы читаем день Терейна, мы слышим за литургией «Достойно есть» и «Якова истину, блажите Тя Богородицу». Икона «Достойно есть» особо почиталась в дореволюционном Борисоглебске. Связано это со страшными событиями 1871 года, когда в Тамбовской губернии свирепствовала холера. И тогда один из городских купцов-меценатов с благословения церкви вынес на городскую площадь список иконы «Достойно есть», которые он получил в дар от афонских монахов в благодарность за свои труды на благо русской церкви. У иконы был совершен молебен, и страшная болезнь начала отступать, а в скорости покинула Борисоглебск. «Христос истинный Бог наш, молитвен Пречистое Своей Матери, святых благоверных князей Старстательства Бориса Игорева и всех святых, помилуй и спаси от нас, яку благ и человека любят». В благодарность за чудесное спасение горожане в честь иконы «Достойно есть» построили в центре города часовню, которая со временем была перестроена в часовенную Богородичную церковь, а также ежегодно совершали крестные ходы 17 июля в день, когда холера покинула город. Так было до 1917 года. С приходом к власти большевиков крестные ходы были запрещены. Большинство городских храмов, включая Богородичную церковь, закрыты и разрушены, а список чудотворной иконы был утерян. «Господи, Иисус, сердце, Синей Божий, помилуй нас!» И вот спустя столетия, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы, верующие прошли крестным ходом, как в те далекие времена по улицам города. Шествие возглавил епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергий. У храма Казанской Божьей Матери верующие от четырех городских приходов объединились в одно шествие и проследовали до Первой городской церкви, храма Бориса и Глеба, где состоялся праздничный молебен. Как отметил глава Борисоглебской епархии, есть надежда, что возрожденная традиция вновь станет ежегодной. «В год столетия воспоминания начала смуты страшной на Руси, в год столетия свержения многовековой власти царской, в год столетия начала гонения на церковь, милостью Божией, благословением Господнем, мы возрождаем старую традицию благодарить Бога о милости, дарованных нашему городу Борисоглебскому, и прославлять Божию Матерь, и молиться святым покровителям нашего города Бориса и Глеба». Субтитры создавал DimaTorzok